Привет, дорогой зритель! У микрофона Семен Фомин, и это новый выпуск рубрики «Видеочтива» на канале Лето Дайджест. Этим видео мы открываем серию видеороликов, в котором мы подробно рассказываем вам о тернистом пути развития игрового жанра визуальных новелл. Стоит упомянуть, что основным источником материала послужила статья на японском языке, написанная Сатоши Тодоме. Это не значит, что мы умываем руки, сваливая ответственность на иностранного автора, чей взгляд порой может не совпадать как с вашим зрительским, так и с нашим редакторским. Просто доводим до вашего сведения, что мы далеко не первые, кто занимается подобными исследованиями. А история визуального романа, как отрасли игровой индустрии, гораздо длиннее и интереснее, чем вы предполагаете. Да ладно! Так что, внимание на экран. Скучно точно не будет. О самом явлении визуальных новелл сегодня знает гораздо большее число людей, чем это было 5, 10 и, конечно же, 20 лет назад. Это вам не сейчас. У нас и не было ни компьютеров, ни телефончиков, не было всевозможных гаджетов. Когда их заповедной территорией оставалась только страна восходящего солнца. Хотя, в обществе их по-прежнему презрительно именуют Эраге, но благодаря Стиму, Кикстартеру и переводчикам-любителям, чьи безмерные усилия с лихвой окупаются, эпатажный ярлык волей-неволей стирается с этого уникального по своей сути жанра. Не просто игра, не просто кино, не просто книга, а что-то совершенно отличающееся, что-то более притягательное. Истинно японское изобретение сегодня распространяется в том числе и другими разработчиками, даже не знающими толком, что такое аниме. Оригинальные новеллы на английском, испанском, китайском, русском и любом другом языке находят своих читателей на компьютерах, консолях, планшетах и смартфонах, в сети и на специальных ресурсах. И вновь информационное поколение поверило, что чтение может быть таким же захватывающим процессом, как расстрел зомби в кооперативном шутере. Но так было не всегда. И прежде чем мы углубимся в хронологический разбор, следует четко определить, что это вообще за игры, и можно ли их назвать играми всерьез, если высокий процент примеров даже не имеет зачатков геймплея. Большинство экспертов уверены, что новеллы, если не содержат полновесной игровой механики, всего лишь интерактивное творчество, сродни театральному. Синергия литературы, музыки и подвижных картинок. Некоторые из представителей жанра и динамическими это назвать сложно. Это либо сугубо текстовые, либо полностью визуально-эстетичные проекты. К примеру, Digital, A Love Story от Кристин Лав, относится к первой категории, так как игрок по сути ничего не видит на экране, кроме текстовых сообщений. А вот Мастодонт среди ПК-приложений Мист предлагает настоящее графическое приключение с минимальной читательской нагрузкой. Часто для взаимодействия с игровым миром в таких квестах приходится буквально вбивать на клавиатуре нужные команды, чтобы сдвинуться с мёртвой точки. Можно классифицировать новеллы и по другому принципу. Так, одни содержат геймплейные элементы, другие напирают на звуковое сопровождение. Третьи не имеют и толики озвучки, но богаты анимацией. Некоторые гибриды, как в Комедоре Alchemy Meister, даже сложно причислить к категории визуальных романов, так как RPG, градостроительство и стратегии, не больше, чем, собственно, сюжетной составляющей. Но, наверное, самый важный критерий, выделяющий на визуальные новеллы, это стиль. Как бы ни была рассказана история, она всегда подаётся видеть текста или двухмерных изображений, как комикс. Но запомните, наличие самих комикс-вставок ещё не делает отдельную игру новеллой. Почему так? Совершим-ка путешествие на родину визуальных романов, в Японию, и посмотрим, с чего всё началось много лет назад. Первой игрой, заложившей основы жанра, можно считать The Portopia Serial Murder Case, выпущенную в 1983 году для Japanese PC и Famicom Family, а на же SNES. Она позволяла пользователю стать детективом и расследовать убийства, совершаемые в городе. Можно было перемещаться по разным локациям и напрашивать людей. Игра популяризировала взаимодействие с персонажами, а не только исследование игрового мира. Следует заметить, что её создатель, Юдзи Хори из Эникс, это человек, придумавший впоследствии Dragon Quest. Поиски ответов, как то, вокруг чего построен геймплей, имело небывалый успех среди потребителей, что благотворно отразилось на продажах. Этот факт не могли не заметить другие компании, просившись делать свои клоны Portopia. Вот так и родилась новая индустрия. Среди множества пользователей есть те, которые заслуживают отдельного упоминания. До того, как Square начала свою легендарную франшизу Final Fantasy, это была маленькая, боровшаяся за выживание студия. Увидев, чего добился со своим проектом Юдзи Хори, Square решила пойти по его стопам. Она выпустила новеллу The Death Trap в 1984 году для PC-88. И её сиквел, The Death Trap 2, годом позднее. Как и в Portopia, игровой процесс заключался в расследовании убийств, разговорах с подозреваемыми и сборе улик. В то же время, Эликс не почивала на лаврах и в 1985 году выпустила Karuizawa Yukai Anai для того же PC-88, повторившую успех предшественницы. Мимо золотой жилы не смогла пройти и великая Nintendo, которая представила игру Nakaiamo Miho no Tokimeki High School для Famicom в 1987 году. Примечательно, что это был первый в своём роде симулятор свиданий, фокусирующийся на попытках игрока влюбить в себя девушек. Разумеется, ни одна из записанных игрушек не издавалась официально за пределами Японии. Существуют лишь фанатские переводы разного уровня качества. Не только из-за культурного различия, но и из-за большого количества текста. Сложно! Непонятно! Чё к чему?! Сценарии такого масштаба ещё были в новинку. И, кроме того, на Западе в то время провели баллом приключения иного толка из разряда Point and Click. В 80-е годы также начал свой путь к славе небезызвестный геймдизайнер ГЕНИЙ Хидо Ио Кодзима, чей ГЕНИЙ, ответственный за культовую серию Metal Gear. Вдохновлённый Portopia Serial Murder Case и Super Mario Bros. он захотел сделать свою игру в этом быстро набирающем популярность жанре. Результатом его трудов стала игра для MSX2 Snatcher 1988 года, поразившая всех непревзойдённым артом и захватывающим сюжетом. Также это была первая новелла, нашедшая путь на Запад. Шесть лет спустя Кодзима ещё раз удивил поклонников игрой Polisnets для PC-98. Пока одни компании занимались плагиатом и клишированием, другие пытались открыть новые горизонты. Alice Soft под занавес 80-х выпустила RANS Hikari Omotomete, ставшую первым в своём роде гибридом приключенческой игры и RPG. После выхода Nishimura Kiotaro Hokuseno Ono для PC Engine от Naxxed Soft в 1990 году стала нормой включать анимированные сцены в новеллы, а с распространением CD и озвучку игровых персонажей. Переломным моментом для индустрии являются, конечно, Tokimeki Memorial для PC Engine, изданное в 1994 году Konami, и Angelic для Super Famicom от Koye. Дэйтсимы ориентированы на мужскую и женскую аудиторию соответственно. То, что на Западе не имело коммерческого потенциала, на Востоке набирало обороты. Вопреки распространённому мнению, новеллы не были вдохновлены аниме, а развивались параллельно. Ну просто действительно, ну как это так? Оставаясь одним из отражений самобытного взгляда японцев на цифровые развлечения. Однако главная сцена жанра всё-таки принадлежала несколько иному направлению традиционных интерактивных приключений. Эроге. О них и о том, как визуальные романы заняли своё место на празднике жизни на родине и за её пределами, я вам расскажу далее. Парите домой плывём, на земле мы живём, земля до начала. Аниме. В далёких 80-х годах Япония сражалась с США за утверждение нового компьютерного стандарта. Кроме всего прочего, внутри самой молодой японской электронной индустрии соперничали за лидерство сразу несколько компаний. На рубеже десятилетий на восточном компьютерном рынке случилась небольшая революция. Компания NEC выпустила сразу два компьютера. PC-88 для дома. И более новую, производительную серию. PC-98 для бизнес-сегмента. Одновременно компания Sharp отправила в продажу X68000 компьютер с процессорной мощностью наравне с аркадными автоматами того времени, причём с великолепным звуком, которого PC-98 не имел и в помине. Fujitsu представила линейку устройств FM Tones, шокировав индустрию первым встроенным CD-приводом. Глядя на всё это, легко предположить, что лузером на рынке должен был быть PC-98, не имевших таких же продвинутых возможностей, как конкуренты. Но на самом деле, именно он побеждал в общем зачёте. Каким же образом? На первый взгляд, причиной этого было наличие такого полезного софта, как японский текстовый процессор Ichitaro и табличный процессор Lotus 1.2.3. Программы легко устанавливались и использовались как на работе, так и дома. Но в реальности, для PC-98 существовали тонны различных эрогея. А, понятно. Конечно, можно было потратить в четверо больше денег и купить мощный X68000, но куда соблазнительнее было взять дешёвый PC-98 с гигантской порноколлекцией. Качество картинки PC-98 было всего 16 бит, а экран мог отобразить всего 4096 цветов, в максимальном разрешении 640 на 400 пикселей. Для вывода фотографий в приемлемом качестве этого было недостаточно, но для картинки в аниме стиле целиком хватало. И вот вопрос. Если X68000 и FM Tone смогли управиться с 30 тысячами цветов, то им был доступен вывод изображений ещё более высокого качества. Это резонно. Да вот только игры того времени записывались в основные дискеты с грохотным объёмом памяти. Туда едва помещалась парочка этих самых изображений. И хотя та же FM Tone скомплектовалась CD-ROM-ом, он был невероятно медленным. Всего одна скорость. А сам компьютер был без жёсткого диска. Возможность установки программ на винчестер ещё не рассматривалась серьёз. Таким образом, PC-98 стал общепринятым компьютерным стандартом. Для эроге. Причём этот термин тогда означал именно эротические игры. Большинство не имело ни сюжета, ни смысла. Просто предлагая надругаться над очередной девушкой, появляющейся на экране. Это грустно или весело? Это? Это печально. Печально, да? В какой-то период эти нехитрые поделки хорошо продавались. Но в скором времени пользователи устали. Да, без кавычек. От бездумных порнозабав. Им опротивело тратить 8800 йен, что составляет где-то 70 долларов США на сюжет в стиле неважного американского порно 80-х. Поэтому для студии ASCII Corporation выпуск эротической RPG Chaos Angels был шагом незаурядным. Успех игры вдохновил другие компании вроде Elf и Elisoft на запуск своих в будущем весьма популярных серий Dragon Knight и Runs. Однако эра игры пока ещё оставались эра играми. Хоть и обзавелись более-менее неплохими сюжетами. Конечно, они не выходили из рамки бесконечных поисков партнёж для брачных игр. Обычно насильственных. Даже если девушка добровольно готова была отдаться парню, всё равно в итоге она оказывалась его секс-рабыней. При этом априори все кандидатки моментально влюблялись в разрадника. Разработчики подобных проектов всё ещё искренне верили, что никому не нужна глубокая история. А всё, чего на самом деле хочет покупатель, побольше пасцельных сцен. Мало кто обращал внимания, что игроков уже не убеждают такие нелепые подводки, как «Переспи с ней, иначе избранница грозит смерть». Сыграв в такого рода игру один раз за 8800 йен, был ли смысл покупать другую, где всё повторялось с небольшими вариациями? В тот момент, когда недовольство потребителей достигло своего пика, компания Elf выкатила одну из своих самых успешных игр – Докусей. На дворе тогда был 1992 год. Самым большим сюрпризом стала невиданная доселе свобода действий. Можно было взять под полный контроль главного персонажа и вольно перемещаться между двумя городами. Наибольшим прорывом, на который сделала рисковую ставку Elf, стал тот факт, что теперь герою не нужно было обязательно рыскать по окрестностям в поисках плоских утех. Разумеется, в Elf не забыли о том, что полностью исключить эра сцены было нельзя. Покупатели стали бы жаловаться, мол, почему им не позволено закадрить ту или иную девушку. Но слепо предаваться инстинктам, как это предлагали другие игры на рынке, было бы тоже неправильно. Выход из положения оказался прост. Следовало разделить весь сюжет на небольшие ветки. Каждая бы соответствовала отдельной героине. Пройдя игру один раз, пользователь мог начать всё заново и в этот раз выбрать кого-то другого. Так родился новый жанр. Simulation RPG. Причём в самой ветке вольности было немного. Игрой должен был делать правильные выборы, чтобы добраться до финала. Это усилило мотивацию добиваться чьей-то руки, сердца и тела. Кроме того, Эльф сообразила, как улучшить картинку при бедности палитры экрана PC-98, запатентовав технологию склаживания, которая создавала убедительную иллюзию большого сочного изображения, даже в 16 бит. До рассвета настоящих визуальных новелл пока ещё было далеко, но верный путь уже был намечен. История должна была превалировать над низменным удовлетворением первичных потребностей. В середине 90-х годов для домашнего рынка ПК большим откровением стало появление жёстких дисков. К слову, тогда ещё никто не ведал ни про USB, ни про другие порты. Не было каких-то универсальных контактов для подключения периферии. Ранее мы говорили о том, как Dekusay изменил взгляды людей на RG. Не менее примечательно то, что игра продавалась в обоковке с 8 дискетами. Играть в неё можно было двумя способами. Либо скопировать и установить файлы на жёсткий диск, либо играть прямо с дискет. Во втором случае, пользователь имел дело с надоедливым выскакивающим окошком. К примеру, после указания героя двигаться в здание, на карте игрока встречалась надпись. Пожалуйста, вставьте диск H в привод 2. В локации не оказалось ничего интересного. И после приказа покинуть его, появлялась следующая надпись. Пожалуйста, вставьте диск D в привод 2. Возвращаемся на ту же карту. Раздражает, не правда ли? Это ещё что? Представьте, что вы случайно зашли туда, где вы уже были. Вам всё равно придётся вставлять одну за другой дискеты при каждой загрузке. А ведь сиквел Докусей 2 вышел на 13 дискетах! К тому времени, компания NEC наконец осознала важность наличия CD-ром-привода и начала включать его в комплектацию своей новейшей модели компьютеров. Где-то в это же время, немалое внимание получила игра для Супер Фомиком от Огирисо. Это была простая приключическая игра с элементами мистики, но с новаторством в финале, наличием множества концовок. Дойдя до них поочерёдно, игрок при следующем прохождении встречал возможность выбора там, где его изначально не было. Сюжет игры развивался с помощью текста, бэкграундов и музыки. Ответственная за разработку Chunsoft, назвала своё прогрессивное творение звуковой новеллой. Подобную идею перехватила компания Leaf, новичок на рынке Эраге, в своём проекте Shizuku 1996 года. Две её предыдущие игры провалились в продажах, и компания решила пойти на риск, экспериментируя со звуковой новеллой. Причём, двинувшись ещё дальше, в дополнение к фонам и музыке, добавили в новеллу персонажей и лицевые выражения, назвав свою игру Visual Novel, то есть визуально новеллой. В Shizuku игрок читал текст, примеряя на себя роль главного героя, погружая всё глубже в психотропный мир, где девушкам промывают мозги, склоняя их к суициду и к сексуальным оргиям. Делая ставку на Shizuku, компания Leaf имела в рукаве ещё один проект — Kizuato. Если бы их эксперимент потерпел фиаско, они готовы были закрыться, а в случае успеха выпустили бы свою вторую игру вслед за первой. Shizuku, само собой, отлично показал себя в продажах, поэтому Leaf немедлилась к Kizuato. В этой новелле игрок вновь читал историю с позиции главного героя, которому снится, что он — серийный убийца. Потом он видит в новостях, что убийство произошло на самом деле, и пытается выяснить, виноват ли он в этом. Третьей игрой в новом жанре визуальной новеллы стала Tuhar, вышедшая в 1997 году. На тот момент, Leaf уже являлась безоговорочным лидером в индустрии Эроге. Но каково было удивление публики, когда выяснилось, что в новом проекте был сделан полный разворот на 180 градусов по сравнению с предыдущими хитами компании. Я имею в виду атмосферу. Tuhar рассказывала лёгкую, мелодраматическую, комедийную историю о школьной любви. Главным героем был ученик второго курса старшей школы. Во время весеннего перевода учёбы он встречает разных девушек, и каждый есть чем его заинтересовать. Эрог волен был сам выбирать, с кем ему разделить судьбу. Пожалуй, наибольшую славу приобрела душесчипательная история милого, маленького и трудолюбивого робота по имени HMX12 Multi. Её грустное прощание и драматическое воссоединение с героем в финале увлажнили глаза многих игроков. Любопытно, что новелла имела центральную героиню, Камегиши Акари, но очарованные фанаты номинировали именно мульти как лучшую девушку. Она стала иконой для всех Атаку. SDDA мелодия с вокалом, использованная для игры, что было беспрецедентным шагом, стала настолько популярной, что её даже включили перечень песен для караоке-машин. События из ряда вон выходящие, ведь обычно туда попадали только новинки по музыке. Успешный продукт компании Leaf быстро нашёл своих подражателей. Каждый разработчик Эраге задал себе вопрос. Как одновременно дать пользователям возможность насладиться клубничкой и хорошей историей? Ответ был очевиден. Только в формате визуального романа. Простое решение с неограниченными возможностями. Всё, что нужно, это красивый арт, музыка и сюжет. Не надо ломать голову над кодом и балансом. При наличии способной команды, добротная новелла может быть сделана при минимальных вложениях. Множество компаний выучили формулу и включились в борьбу. Но самое лучшее в жанре ещё было впереди. И об этом в следующий раз. А пока ставьте этому видео лайк. Подписывайтесь на канал и другие наши ресурсы. Все ссылки в описании. Всего хорошего. До скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok